Здравствуйте! С вами Светлана. И сегодня у нас с вами обзор моих покупок из магазина FixPrice. Новенькая, нужненькая нам с вами. Пакетик я уже опустошила, чтобы не шуршать. Итак, первое, что я купила, очень мне хотелось, вот такой вот замечательный фонарь. Фонарь светодиодный. Фонарь черного цвета. И, конечно, мы с вами откроем коробочку и увидим, что же там за фонарь. У нас фонарь был в одном цвете, в черном. Я не знаю, были ли вообще другие цвета, но он в черном у нас. Выполнен как прям настоящий добротный фонарь. Вместо стекла здесь хороший прозрачный пластик. Не видно, что это пластик. Можно подумать, стекло. Прям такой хорошо отполированный, как стекло. Но пластик. Сам фонарь сделан тоже из пластика, черного цвета. Наверху кольцо. Можно куда-то подвесить. Я купила на летний период на дачу. В беседку подвешу и будет хорошо. А в зимний период я возьму в квартиру. В квартире будет уже замечательно смотреться. Работает от батарейки. Батарейка вот здесь уже в комплект входит. И вот такой замечательный фонарь со свечой, искусственной свечой, будет у нас в беседке или в комнате, в гостиной, в спальне, где угодно. Меняя цвета свеча, можно релаксировать после работы, смотреть. Как говорят, что успокаивает человека, и человек может смотреть вечно на огонь, воду и другого работающего человека. Вот такой фонарь я приобрела. Стоимость его 199 рублей. Но хочу сказать, это недорого для такого фонаря. Затем я купила также свечу. Свечи тоже искусственные. Стоит 77 рублей. Так как я любитель и содержу орхидеи в квартире, я взяла свечу с орхидеями и бабочкой. Но в эту свечу входят три пальчиковые батареи. В комплект они не входят. Нужно покупать отдельно. Если покупаем свечу, значит, в магазине FixPrice или в любом другом магазине мы покупаем три пальчиковые батарейки. Я об этом не знала, ну, была невнимательна, поэтому не купила пальчиковые батареи. Куплю и обязательно покажу, как будет светиться фонарь. Ой, не фонарь, а свеча. У кого, допустим, маленькие дети, замечательно иметь вот такую вот фальш-свечу. Не обожжется, не опрокинет. Можно без присмотра вставлять такую свечу и ребенка. А свечи были с различными рисунками. Можно подобрать по своему желанию и дизайну. 77 рублей в прозрачной упаковке. Затем я купила две такие вот бутылочки. По 99 рублей они. Я взяла в синем и розовом цвете. В комплект входит вот такая вот петелька, ее на руку. Предназначаются эти бутылки для того, чтобы в дорогу взять с собой, на велосипедах. Здесь есть крышечка. Крышка плотно закрывается, плотно. Также здесь есть у бутылки вот такая вот ситечка. Вот такое вот. Если мы делаем какой-то компот, допустим, ребенку себе, через вот эти вот ситечка, через эти дырочки не пройдет ягода. Допустим, ребенок не подавится. Взяла две штуки. Одну себе, вторую сестре. Сестре и себе. Себе я уже налила воду. И замечательно, эта водичка мне служит в дорогу. Беру сумку и в сумку ставлю бутылку. Застегиваю сумочку. И вот так получается. Очень удобно. Но, что хочу сказать, что там еще дизайн других бутылочек были. Они с силиконовым здесь горлышком. И прокладочка здесь для руки была силиконовая. Мне не понравилась та бутылка чем? Во-первых, расширяется к низу. В сумке дамской переносить неудобно, потому что здесь уже вверх, низ шире. Это неудобно. Прокладка была светлого белого цвета. Постоянно рукой там пот или пыль, постоянно будет загрязняться вот эта силиконовая прокладка. И ее очень трудно будет отмыть, потому что силикон трудно отмывается. И вот я взяла просто пластик. Здесь есть выемки для рук, чтобы не скользила бутылка. Очень удобно. Я вам рекомендую. 99 рублей. Затем я купила очень нужную вещь. Это терка. Терка была в трех цветах. Вот такой вот пыльно-розовый и мятный. В фикс-прайсе сейчас тренд цветов. Зачем я взяла эту терку? Терка стоит 99 рублей. Терка с ручкой. Очень острая, хорошая. И контейнер, пластиковый контейнер. Допустим, яблочко, морковку, кабачки. Все, что угодно мы трем. И вот в такой контейнер она попадает. Уже тертая наша морковка. Допустим. Очень удобно мыть. При работе мы держимся за ручку и трем. Сказка. Они терка. Маленькая, удобненькая. Они большие. Знаете, как подкорейская. Они большие очень. Я вам рекомендую. Затем я купила для дачи набор для сыпучих продуктов. Взяла в мятном, потому что у меня дача получается голубовато-мятная. Но так получилось. Хотя в квартире я хочу розовый, сиреневый цвет. Не хочу, а иду к этому. Сейчас покажу, зачем взяла для дачи. В наборе 4 контейнера идет. Цена 199 рублей. Это пластик. Есть подставка. Пластик. Тоже пластиковая. Здесь есть под шурупчики. Чтобы повесить, мы можем эту конструкцию повесить. Мы можем ее поставить. Пластик с крышкой. Мятный цвет. Пластик хороший. Чистый. Без заусенцев. Но возможно нужно смотреть. Но это в любом магазине. Нужно просматривать любой товар, который вы покупаете. Крышка закрывается свободно. Есть ручка. Взяла под сахар. Под сливки. Под кофе. И под чай. Самую маленькую под чай. На дачи поставлю беседку. И в беседке уже в закрытом состоянии вот эти контейнеры будут у меня стоять. Ни мошки, ни жучки, ни комары. Никто сюда не залезет. И не таскать из домика в беседку не нужно будет. Поэтому будет вот так вот стоять в беседке. Пришли чай пить. Уже все стоит. Такого же цвета я в фикс прайсе покупала заварочный чайник. Пресс френч. Замечательно. Удобно. И красиво. Но эти контейнеры каждый может придумать, для чего ему нужно. Затем я купила вот в такой упаковочке. Все закрыто. Герметично. Я купила чашки для кухни в наборе три штуки. Это пластик. Очень приятный цвет. Малиново-розовый. Это уже в квартире будет. Маленькая чашечка, побольше чашечка и самая большая. Взяла я ее не из-за цвета, так как у меня есть розовые уже чашки. Отправлю я на дачу, а новую чашечку вымою, обдам слабым кипяточком и буду пользоваться дома. Чашку удобно замешивать блины в стекле. Если в стеклянной чаше замешивать, по стеклу венчик бьет. Мне это неприятно. Буду пользоваться в этих чашечках. Очень все удобно. Есть также носик для слива. Что-то помыли и слили. Классные чашки. 99, по-моему, рублей. Да, я уже сказала. Если я ошибаюсь, поправьте. По-моему, 99. Замечательные чашки. Уже второй комплект у меня. Люблю, хочу, не могу. И последнее, что я купила, это замечательные, красивые, нежные, романтичные стаканы. Под напитки летние. Чай здесь пить нельзя. Три штуки. Там были различные рисуночки. У меня ромашки. Ромашки спрятались. Паникли лютики. Ничего не пила, честное слово. Только купила. Посмотрите, какие нежные, красивые ромашки. Аппликация идет не с внутренней, а с внешней стороны. Очень бокал удобно брать в руку. Паша Бахчи, производитель. Взяла три штуки, но там были еще и различные другие цвета. И рисунки. И под каждый рисунок можно подобрать тарелочки. Заходите, покупайте. Много новинок в фикс-прайсе. Ну и теперь я вам покажу свои покупки в интернет-магазине Штор. Том-дом. Классный магазин. Спасибо огромное моей сестре, которая меня познакомила с ним. Так как она уже оказывается постоянный клиент в этом магазине. Итак, пойдемте со мной, я вам покажу. Хочу вам показать свои покупки, так как после ремонта мы будем менять шторы, текстиль. И я искала текстиль, не могла найти в магазинах. Вы видели во блогах, я не один магазин прошла с мужем. И мы с ним спорили и выбирали, какой же все-таки мы хотим текстиль на окна. Так и не сошлись в едином мнении. Но сестра, так как она делала ранее, года два тому назад, себе ремонт. И она заказывала, делала заказ в магазине Том-дом, гипермаркет номер один. Она заказала там шикарные, шикарные шторы. Будем у нее в гостях, обязательно покажу. Но это было ранее, года два тому назад. И она мне подсказала, что зачем ты мучаешься, проводишь все свои драгоценные выходные, ездить по разным магазинам, искать себе шторы. Если можно зайти на сайт гипермаркет Том-дом шторы и посмотреть себе. Но хочу сказать, я там просидела тоже не менее трех часов, провыбирала. Потому что я зашла, и там не только шторы. Там есть и покрывало, и постельное белье. Будем все с вами еще заказывать, обязательно показывать. Вот. И я выбрала. Три часа просидела, и я выбрала. Потому что глаза просто разбегались. Давайте покажу, что я выбрала. Выбрала я тюль Мадлен. Еще название мне прям понравилось. Мадлен. Это органза с таким интересным рисунком. Когда я получила посылку, я открыла, и мне на минутку показалось, что это свадебный аксессуар. Настолько нежная, настолько приятная. Ну, прям чистая и невинная, честное слово. Сразу скажу, тюль Мадлен, это органза, и цена у нее 3820 рублей. Уже заготовое, заготовое полотно. Производство Россия. Я пока не посмотрела на сайте, я не поняла, что это Россия. Потому что мне показалось, что это качество Турция. У них обычно вот очень приятное такое. Крепление, шторная лента. Снизу утяжелитель. Если я открываю, допустим, форточку, чтобы тюль не ходила, не развивалась по всей комнате. Это очень удобно. Это во всей Европе уже давно. И у нас это тоже делают. Ну, Россия. Мне понравилось, девочки. А сколько там? Какой выбор, боже мой. Поэтому я там зависла надолго. Шторная лента. Это очень удобное крепление. И я еще выбрала в пару. К этой тюле Мадлен выбрала я портьеру. Сейчас покажу. Выбрала портьеру. Портьера называется Велиос. С серо-лавандовой. У меня гостиную я задумала в пыльно-розово-сиренево-лавандовом таком цвете. Очень красивая, приятная ткань. Две штуки идут в наборе. Размер штор 225х280. Крепление шторная лента крючком. Цена уже за готовые шторы 6720 рублей. Кто смотрел мой влог, где я выбирала ткань шторную, чтобы сделать, пошить, посмотрите, какие там цены и во сколько мне бы обошлось просто ткань. Поэтому мы с сестрой посмотрели и вот я решила готовую уже штуру купить. Вот. И легкая серо-лавандовая цвета основа оформлена в классический рисунок. Ткань, почему я выбрала, почему остановилась именно на этом, ткань габардин. Габардин – это очень хорошая ткань. Плотная, средняя. И габардин – это идеальная ткань для пошива штор. Почему? Потому что она хорошо дышит, эта ткань. Не мнется. Вот если вот так вот смять, не мнется. Замечательно. Я когда получила, сразу повесила, ничего не гладила. Легкая, мягкая на ощупь, но прочная. Хорошо защищает от солнца. Ткань с партнером, лавандовая с рисунком. И здесь получается серая ткань, сшита. Очень симпатично смотрится. Еще что интересно и очень важно, девочки. Там на сайте, если у вас, допустим, высота меньше, чем указано у паркиера или у тюли, можно дополнительно заказать, убрать длину. Допустим, 2,80, у вас 2,70. Вам все сделают, вам подошьют, по вашему размеру сделают. Это очень удобно. Мне очень понравилось. Вот этой вот услугой дополнительной у меня сестра воспользовалась. Я не стала отрезать длину, у меня высота меньше, чем длина штор. Я решила оставить такую длину, потому что мне нравится, когда на полу немножко длинноватая партира. При уборке мы это все поднимем и я уберу. Но мне нравится, когда вот такая вот волнистость идет по полу. Ну, я не знаю, жду от вас, вам понравилось. Я думаю, понравится. Потому что я еще хочу, там, планирую заказать себе что-то для в тон к лавандовому, может быть, какое-то покрывало, постельное белье. Заходите, смотрите. Это получается, я вот вам честно говорю, дешевле, чем вот если я, как ходила по магазинам, искала. Ткань купить плюс ее отдать, пошить, чтобы вам пошили, это и время, и, допустим, дороже выйдет. Я экономная, поэтому я сначала посчитала, походила по магазинам, зря время потеряла и решила замечательно купить. Мне очень понравилось. Вот что хочу сказать, как все на фото в том доме, так и на самом деле. Потому что мне еще позвонила мама и говорит, есть различия, то, что ты вот видела на картинке и то, что тебе пришло. Как говорится, знаете, ожидание и реальность. Вот зайдите, посмотрите. Как шторы мои есть там на фото, точно такие же они и в реале. Нет никакого фотошопа, все реально. Ну, я вам советую, допустим, сто процентов. Вот опять же хочу вам показать тюль, органзу, как смотрится рисунок. Также смотрится, вот смотрите, вензеля. Можно подобрать там и отдельно тюль, если вам не нужны шторы, и шторы, если не нужны тюль. Но я меняла же все, и я хотела подобрать. Вот опять же, посоветуйте мне, к этим шторам подходит этот тюль. Я думаю, да, потому что здесь какие-то вензеля. И у тюли вензеля, ну какая она нежная, мне очень понравилась. Я довольна на сто десять процентов. Пока-пока. А с вами была Светлана и новые шторы. Светлана и новые шторы.